В прошлый раз мы остановились на том, что любой вектор можно представить в виде проекции и ортогональной составляющей. Значит, любой вектор единственным образом представляется в таком виде. Сейчас мы с вами будем использовать эту возможность и единственность разложения, для нахождения некоторых геометрических свойств. Так, расстояние от вектора до подпространства L. Значит, давайте запишем один и тот же вектор двумя способами. Значит, первый способ — это единственное разложение на проекцию и ортогональную составляющую. А второй способ — это произвольный почти. Единственное, что требуется, чтобы первое слагаемое было из L1. Про второе ничего не требуется. Но на картинке это будет как-то так вот. Значит, A1 плюс A2 равно тому же самому A. Члема утверждает, что длина ортогональной составляющей не превосходит длины A2, каким бы оно ни было. Значит, геометрический аналог, который вам хорошо известен — это утверждение о том, что перпендикуляр является кратчайшим расстоянием. Значит, он более короткий, чем наклонная. Ну, давайте доказывать. Ну, достаточно, наверное, сравнивать не сами величины, а их квадраты. Спасибо. Спасибо. Теперь запишем вторую величину. А2 в квадрате — это… Значит, A2 я могу записать как… Вот в таком виде. Значит, подставлю сюда. Вот квадрат длины A2 — это вот такое скалярное произведение вот этого вектора на себя. Давайте раскроем скобки. Кроме квадратов нужно еще всевозможное попарное произведение скалярное записать. Ну, мы знаем, что A1 принадлежит L, и это тоже принадлежит L, а это принадлежит ортогональному дополнению. Значит, когда мы будем умножать это на A1 или на это, будем получать нули. Поэтому останется только удвоенное произведение скалярных вот этих величин. Ну и теперь давайте заметим, что здесь я по-другому просто перепишу. Вот это слагаемое я выделил на первое место, а остальное я могу записать вот в таком виде. Эта величина всегда не отрицательная, поэтому получаем то, что требовалось. Скалярный квадрат всегда больше нуля или равен, и получаем такое неравенство, которое требовалось доказать. Итак, значит, длина оптогональной составляющей, это минимум из всех длин векторов A2, которые соединяют конец вектора A с произвольной точкой на подпространстве L. То есть это позволяет определить расстояние от вектора A до L как... Определим расстояние от A до L просто как длину ортогональной составляющей. Аналогично можно разобраться с углами. Из школьной геометрии опять же мы знаем, что угол между прямой и плоскостью определяется как угол между прямой и ее проекцией на эту плоскость. В школе, по крайней мере, определение было такое. Сейчас мы увидим, что и в общем случае оно тоже может быть таким же. По-прежнему мы обсуждаем два разложения. Одно вот хорошее на проекцию и ортогональную составляющую, а другое произвольное лишь бы A1 было из L. Я хочу сравнить углы между A и проекцией и между A и A1. Утверждается, что он меньше, чем угол до A1. Где A1 произвольное. Давайте исключим случай, когда A1 равно 0, тогда про угол говорить не о чем. Сейчас докажем эту лему. Нам понадобится промежуточное утверждение о том, что в треугольнике напротив более длинной стороны угол тоже больше. В школьной геометрии это стандартно. Здесь оно доказывается практически точно так же. Доброе утверждение. Доброе утверждение. Прикрасно. Доброе утверждение. Значит, если b1 больше, чем a1, давайте больше или равно, то угол a1 Какой из них больше? Значит, наоборот, неравенство, да, в другую сторону Вот давайте докажем, что выполняется такое свойство Мы знаем, как это считать Значит, косинусы связаны должны быть обратным неравенством Значит, это равносильно тому, что косинус А для синусов наоборот, опять же Ну, раз треугольники прямоугольные, то понятно, что синус – это отношение катетов Значит, это будет просто a1 на a, а это b1 на a Ну, и если по предположению b1 больше, чем a1, то знак неравенства тут будет вот такой А, значит, наоборот, да, значит, виноват Значит, здесь будет вот такой знак, для косинуса противоположный И для углов тоже вот такой вот виноват Так, значит, если b1 больше, чем a1, то углы связаны вот таким вот неравенством А, сейчас, или, нет, опять, сейчас, минутку Значит, нет, наврал, значит, правильно сначала написал Значит, потому что это a2 b2, а тут b2, да, это противоположную, противолежащую сторону надо взять А противолежащие стороны связаны обратным неравенством, потому что Потому что выполняется теорема Пифагора в этом случае Значит, квадрат этого равен сумме квадратов a1 и a2 И он же равен сумме квадратов b1 плюс b2 Поэтому если b1 больше, чем a1, то b2, наоборот, меньше, чем a2 Потому что в сумме квадраты должны давать одно и то же a Итак, так же, как и в обычной геометрии, напротив большего катета находится больший угол А теперь с помощью этого простого наблюдения давайте докажем утверждение леммы Значит, для этого давайте изменим вектор a1 Что умножим его на некоторое число, которое сейчас подберем Подберем его, исходя из того, чтобы лямбда a1 было попендикулярно a2 Сейчас давайте выясним, можно ли это сделать Для этого нам надо написать скалярное произведение Сейчас не a2, а наоборот Тогда наше разложение будет a равняется лямбда a1 плюс a1' плюс a2' Значит, a2' будет a2 Сейчас напишем, чем оно будет равно a минус лямбда a1' Вот здесь поставим a2', то есть условия перпендикулярности вот этому вектору Значит, оно равносильно тому, что вот это скалярное произведение равно 0 Значит, лямбда можно вынести здесь за скобку Значит, это неважно Значит, лямбда a1' a минус лямбда a1' равно 0 И это можно расписать как Ну, случай, когда лямбда равно 0 нас не интересует, мы не хотим, чтобы a1' и даже a1' было равно 0 Поэтому остается второй вариант, когда скобка равна 0 То есть лямбда равняется Вот этой дроби Причем, поскольку a1 мы исключили, вот этот случай, равенство 0, то знаменатель не 0, решение для лямбда существует То есть мы всегда можем заменить a1' на a1' равное лямбда на a1' так, чтобы выполнялось вот это условие При этом угол Между a и a1' и a и лямбда a1' давайте сравним Значит, если лямбда положительная, то это тот же самый угол Значит, если отрицательная, то сейчас посмотрим Если отрицательно То будет π минус вот тот самый угол При этом знак лямбда определяется знаком А на a1' То есть если угол Значит, если угол острый, то лямбда больше 0 А если тупой А если тупой Если тупой, то меньше Да, спасибо Значит, заметим, что Угол между вектором и его проекцией всегда острый Поэтому если Поэтому если Угол между a и a1' тупой, то доказывать ничего не надо Лямбда очевидна в этом случае Значит, если этот угол тупой, то этот заведомо острый, потому что легко посчитать скалярное произведение a на его проекцию Значит, остается рассмотреть случай, когда угол острый и лямбда положительная Субтитры создавал DimaTorzok Значит, тогда мы можем просто заменить a1' на a1', угол не изменится Но в разложении a1' плюс a2' Слагаемое перпендикулярны Мы специально так лямбда подбирали В этом месте мы подбирали лямбда для того, чтобы они были перпендикулярны По предыдущей лямбда Длина ортогональной составляющей меньше или равна, чем длина a1' Помните, мы доказывали, что длина вот этой штуки всегда меньше, чем длина первого слагаемого Ну и, значит, у нас вот есть треугольник со стороной a и два точнее треугольника прямоугольных Значит, один со сторонами, вот, ортогональная составляющая и проекция А другой со сторонами, значит, a1' и a2' И при этом мы знаем, что, значит, вот это неравенство выполняется, значит, для проекции будет наоборот Потому что суммы квадратов равны длине a в квадрате Ну, все отсюда уже следует утверждение про углы Значит, напротив большей стороны лежит больший угол Напротив меньший, соответственно, меньший Значит, вот Ну, отсюда определение, значит, наше вполне оправдано Ну, с углом между Углом между вектором и подпространством называется углом между вектором и его проекцией Более того, по нашей лиме это наименьший из всех возможных углов между вектором a и любыми векторами, лежащими в подпространстве l Так, окей, теперь, значит, мы займемся так называемой матрицей грамма Значит, по определению, значит, если есть набор векторов a1an, то их матрицей грамма Называется матрица, составленная из их скалярных произведений Значит, эта матрица, во-первых, симметрична Во-вторых, то, что тоже очевидно, значит, на диагонали у нее неотрицательное число Значит, сейчас мы свяжем эту матрицу с понятием объема параллелепипедов Значит, если нам даны n векторов a1an, то мы можем определить, как это будет Понятие параллелепипеда, построенного на этих векторах Так же, как вот на плоскости мы определяли параллелограмм, построенный по паре векторов В пространстве можно определить параллелепипед, построенный по тройке, ну и так далее Значит, параллелепипед по векторам a1an Это множество всех векторов вида Видов вот таких вот сумм, где каждый коэффициент t меняется от 0 до 1 То есть, произвольная точка в обычном параллелограмме, если мы ее разложим по базису a1a2 имеет координаты в пределах от 0 до 1 Значит, вот t1 и t2, значит, вот равны нулю вот здесь, равны единице вот здесь А во всех остальных точках они пробегают промежуточное значение Так можно определить и параллелепипед произвольной размерности А теперь давайте определим его объем Определять будем по индукции Начнем с одномерного Одномерным объемом, естественно, назвать длину Если вектор у нас всего один, то одномерный параллелепипед это просто отрезок Одномерным объемом, естественно, называть длину этого отрезка Значит, вот давайте напишем, что одномерный объем одномерного параллелепипеда определяется как длина a1 В двумерном случае это будет площадь Естественно, ее определить как Значит, длину a1 умножить на расстояние от a2 до до подпространства порожденного a1 Вот давайте расстояние Давайте расстояние обозначать вот так от вектора до подпространства Значит, тогда здесь будет d от a2 до прямой, которая содержит a1 Значит, это вполне соответствует нашей интуиции Обычному определению площади параллелограмма Значит, вот вектор a2 Значит, расстояние от него до прямой, содержащей a1 Есть как раз длина перпендикуляра Она же высота Значит, a2 можно разложить на проекцию и ортогональную составляющую И высота, и как раз и есть длина этой ортогональной составляющей Так что это просто формула произведения основания на высоту Площадь основания, ну или длина основания Значит, так можно действовать уже по индукции для любых размерностей В3 От трехмерного параллелепипеда Значит, можно определить как предыдущую площадь основания Умножить на высоту, которая есть расстояние от a3 до плоскости основания Значит, плоскость основания это линейная оболочка a1 и a2 Вот это, значит, площадь основания А это высота Ну и по индукции Если определено vn-1 По индукции Действуем точно так же, индукционный переход, умножаем объем основания на очередную, следующую высоту. Значит, определить мы это определили, но это пока еще не очень хорошее определение, потому что неясно, зависит ли оно от того порядка, в котором мы записываем вектора. Допустим, мы начнем с А2, а не с А1, получится ли у нас тот же самый n-мерный объем. Значит, вот теорема. Значит, квадрат объема равен определителю матрицы грамма. Валерий Курас доказывать будем по индукции конечно же при n равном единице здесь у нас квадрат длины вектора а что определить одномерной матрицы это сам сам элемент этой матрицы получаем очевидное равенство где n равно единице все просто теперь предполагаем что мы доказали для n минус 1 и хотим доказать для n давайте распишем матрицу грамма не саму матрицу давайте определить или распишем сейчас специально хочу обратить внимание свое на последний столбец сейчас мы начнем его преобразовывать преобразовывать мы его будем так мы а n запишем в таком виде что вот это у нас будет проекция это ортогональная составляющая проекция лежит под пространство порожденным векторами а 1 а n минус 1 значит является их линейной комбинацией вот это я и записал и теперь вот сюда я подставлю это выражение матрицы будут очень громоздки но смысл довольно простой с первыми n минус 1 столбцами я вообще ничего не делаю пока все происходит только с последним столбцом что давайте пунктиром нарисую линию что последний столбец выглядит довольно громоздко записанным но понятно что он является суммой более простых столбцов последний столбец вот я отдельно только последний столбец записываю до номера предпоследнего все будет одинаково и последняя вот ортогональная составляющая будет перпендикулярно всем векторам а 1 а n минус 1 до этого места все будет одинаково и скалярное произведение а и и ортогональную составляющую равна нулю когда и строго меньше n последний элемент строка с правого столбца будет другим вот эта штука будет перпендикулярно значит а n будет какой тут будет еще вот последняя слагаемая тут останется и 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 последний столбец можно считать суммой нескольких столбцов с коэффициентами лямбда 1 первый столбец смотрите первый столбец совпадает вот с тем что у нас получилось вот здесь что умноженный на лямбда 1 аналогично каждое следующее слагаемое здесь будет давать нам кратное какого-то столбца из этой матрицы а теперь вспомним свойства определителей вспоминаем свойства определителей что если последний столбец есть сумма нескольких вот это каждый x это столбец последний лямбда 1 x 1 плюс вот такой то значит определитель такой матрицы равен сумме определителей а а каждый такой определитель равен нулю потому что у него кратные столбцы поэтому остается только последний столбец который вот этот вот значит наш определитель равен в итоге давайте я запишу чему вот этот определитель равен значит вот 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 что давайте посмотрим что я должен написать вот нет на этом месте здесь у нас скалярное произведение а n на его ортогональную составляющую но поскольку а n это проекция плюс ортогональная составляющая то проекция перпендикулярно ортогональной составляющей поэтому будет просто квадрат длины ортогональной составляющей что вот что я должен записать в правом нижнем углу но теперь раз у нас правый столбец состоит почти весь из нулей то наш определитель равен просто вот этому числу умножить на определитель предыдущего порядка итак мы получили формулу что определитель матрицы грамма порядка n равен определителю матрицы грамма порядка минус один умножить на квадрат ортогональной составляющей вектора а n но это и есть расстояние от а n до линейной оболочки предыдущих векторов в квадрате взятая в квадрат то есть мы тем самым получили ту же самую формулу которая использовали для определения по индукции объема параллелепипеда параллелепипеда и так мы получили что насчет же от а 1 а n равняется же от определитель а 1 а n минус 1 умножить на расстояние от а n до в квадрате ну вот все эта формула доказывает что это определить есть квадрат объема вот теперь давайте сделаем перерыв пятиминутный так мы теперь следствие из этой теоремы самое первое следствие то что я даже не буду его формулировать в явном виде то что определение объема не зависит от порядка векторов потому что естественно в матрице грамма мы поменяем местами порядок векторов то определитель не изменится более важное следствие состоит в том что определительно матрица грамма не отрицателен для любых векторов а1 а n определитель матрица грамма поскольку он равен квадрату чего-то то он не отрицательный да еще тут вопрос перерыве был по поводу того что вот вот эта наука она только для поля вещественных чисел или для комплексных тоже нет вот все что связано с углами с объемами это все только для вещественных чисел для случая вклидово пространство так ну и еще одно следствие позволяет определять линейную независимость векторов определитель матрицы грамма векторов а 1 а n равен нулю тогда только тогда когда вектора линейно зависимы я начну с простого случая когда мы предполагаем что вектор а линейно зависимы сейчас мы увидим что матрица грамма вырожденная если вектор а линейно зависимы то достаточно взять например а н как линейно считать что а и линейная комбинация предыдущих подставляю вправо в правый столбец и очень похоже на то что мы делали в доказательстве теоремы давайте я распишу все таки еще раз это а Последний столбец есть линейная комбинация предыдущих столбцов, поэтому определительная матрица равен нулю. Теперь в обратную сторону. Пусть определитель матрицы грамма равен нулю. Давайте посмотрим на предыдущие определители матриц грамма. Последний из них мы узнаем равен нулю. Давайте пройдемся по вот этому ряду чисел, смотрим на предыдущие, на предпредыдущие и так далее. Значит, вот двигаемся справа налево и смотрим, в каком месте у нас появятся не нули. Ну, может быть, два случая. Либо все эти числа равны нулю, тогда мы просто вот от начала до конца дойдем. Если все равно нулю, то самое начальное число тоже равно. То самое первое из них тоже равно нулю, и это означает, что длина вектора А1 нулевая, то есть А1 вектор нулевой. Значит, если есть среди векторов нулевой, то вектора линейнозависимы. Значит, если не все, то в каком-то месте у нас будет ситуация, когда вот это ноль, а это не ноль. Ну, давайте посмотрим на это место. Итак, значит, мы предполагаем, что Ну, по теореме Определитель матрицы грамма есть квадрат объема параллелепипеда. Значит, тем самым у нас параллелепипед, объем ВК плюс 1 от ПА1 АК плюс 1 равно нулю, Ну, а ВК не равен нулю, по теореме. Ну, эти две величины между собой связаны равенством. Вот это равно этому, умноженному на высоту. Значит, ВК плюс 1. Значит, умножить на расстояние от АК плюс 1 до линейной оболочки векторов А1 АК. Ну, и теперь, если вот это ноль произведения, а один из со множителей не нулевой, то понятно, что где ноль? Ноль вот здесь. Значит, мы получаем, что расстояние от А до линейной оболочки А1 АК равно нулю. Если мы теперь АК плюс 1 запишем как проекцию плюс ортогональную составляющую, то может ли второе слагаемое быть не нулевым? Не может, потому что его длина — это в точности вот это расстояние. То есть вектор АК плюс 1 равен своей проекции, а значит, есть линейная комбинация векторов А1 АК. Вот мы доказали линейную зависимость векторов А1 АК плюс 1. Значит, конечно, реально на практике никто так линейную независимость не проверяет, есть более простые способы, но в теоретических задачах этот критерий довольно полезный. Так, теперь давайте посмотрим, как меняется матрица грамма при переходе от одного базиса к другому. Пусть, как обычно, у нас есть два базиса. Давайте посмотрим, что произойдет с матрицей грамма для одного и для другого, как они между собой связаны. Естественно, матрица перехода — это С, как обычно. Спасибо. Значит, матрица грамма для первого набора. набора векторов буквы G будем обозначать, а для второго G с волной. Соответственно, значит, элементы G и G. И G и G с волной. Ну, вывести формулу легко. Надо просто подставить, значит, E и с волной — это C и G, E, G. Подразумевается, я напомню, суммирование по повторяющемуся один раз вверху, один раз внизу индексу. Для того, чтобы индексы не путались, давайте я, значит, вот здесь E и то напишу в таком виде, а E житое в таком виде, и подставлю это сюда. Значит, коэффициенты я вынесу... Ну, в веществном случае будет просто C, I, K, Z, G, L, G, K, L. В комплексном C и K будет с чертой комплексного сопряжения. Значит, вот формула, которая связывает матричные элементы матрицы G с волной и матрицы G. Теперь давайте это в матричном виде запишем. Ну, давайте вещественный случай сначала разберем, он попроще. Значит, как это равенство можно записать в виде матрицы? Давайте попробуем сообразить. Значит, G с волной 1, 1. Значит, E и G я взял единица равная. Значит, вот хочу вычислить левый верхний угол матрицы G с волной. Вот это место. Формулы суммирования по K и по L говорят, что здесь будет перемножение матриц. Матрицы перемножаются по похожим формулам. Значит, вот давайте попробуем написать сначала матрицу C транспонированная, потом G. И потом матрицу C еще раз. Значит, C, 1, 1. Вот, и давайте проверим, что получится как раз то, что нужно. Итак, значит, на этом месте должна стоять вот такая сумма. Значит, здесь верхний индекс меняется. Значит, суммирование по верхнему индексу соответствует вот этой строке. C, 1, 1, C, 1, N. K меняется от 1 до N. Значит, эта строка умножается на вот этот столбец матрицы G. А потом результат еще умножается на... Это у нас столбец в матрице вот в последней. Значит, меняется верхний индекс. Он соответствует столбцам. Значит, вот, если вы немножко посмотрите на эту запись, то вы увидите, что как раз вот это равенство и выполняется. И в итоге мы получаем формулу, что G с волной, C транспонированная, G, C. Так, при заменах базисов с помощью матрицы перехода C матрица Грамма меняется по такой формуле. Значит, следствие. Значит. Пусть матрица G – матрица Грамма для некоторого базиса. Значит, тогда существует невырожденная матрица. Матрица C такая, что G есть произведение C транспонированной на C. Значит, кто-нибудь понимает как это? Вывести из этой формулы. Конечно. Значит, надо взять один из базисов. Вот, один из базисов произвольный, а другой – ортонормированный. В ортонормированном базисе матрица Грамма единичная. Поэтому, значит, получаем вот, что между C транспонированной и C ничего нет. Там просто единичная матрица. Теперь, значит, еще одно приложение, точнее, не еще одно, а вот одно из немногих приложений, которые мы можем обсудить уже. Это вот так называемый метод наименьших квадратов и понятие псевдорешения. Значит, я, наверное, все не успею про это рассказать, но начну. Значит, речь тут идет про переопределенные системы. Вот система, где уравнений гораздо больше, чем неизвестных. Вот так называемый метод наименьших квадратов. Типично, что если уравнений больше, чем неизвестных, то решений, скорее всего, не будет. Ну, иногда они могут быть, конечно, если там хорошо ранги устроены. Значит, но чаще всего решений нет. Потому что просто разные уравнения могут друг другу противоречить. Значит, в этой ситуации, когда решений нет, пытаются найти так называемое псевдорешение, определение я потом скажу, которое наилучшим образом приближает несуществующее решение. Сейчас попробуем с этим разобраться. Значит, а возникают такие системы обычно из обработки экспериментов. Значит, когда меряют какие-то неизвестные параметры, неизвестные величины x1, xn, то обычно делают много измерений, и по каждому измерению получается какое-то одно уравнение. Вот померили, дали какие-то значения x, получили b, дали какие-то другие значения x, получили b1, потом b2 и так далее. Значит, измеряем, смотрим на результаты, и хотелось бы узнать, какой на самом деле x соответствует реальному физическому или экономическому, я уже не знаю, какому там закону, который выражается линейной зависимостью. Значит, на это дело полезно смотреть на такую систему следующим образом. Значит, вот составим вектора А1, Аn. И тогда у нас получится вот это равенство такого вида. Значит, вектор А1 на x1 плюс и так далее Аn на xn равно столбцу b. Только, значит, а теперь это вектора. Значит, в пространстве огромной размерности. Размерность этого пространства намного больше обычно, чем само n, чем число неизвестных. Вот. Ну и, естественно, что типично у этих уравнений нет решений, потому что, значит, если мы возьмем линейную оболочку А1, Аn, то вектор b совершенно не обязан лежать в этой линейной оболочке. А это равенство как раз об этом и говорит, что b есть линейная комбинация векторов А1, Аn. Тем не менее, если физические законы, которые мы меряем, правильные, то результат близок к тому, чтобы лежать в этой линейной оболочке. То есть типичная ситуация. Значит, вектор b не сильно отклоняется от пространства L. Другими словами, его расстояние обычно невелико от L. Значит, псевдорешением называется набор, который является решением другой системы. А1x1 плюс Аnxn равняется проекции b. Значит, b не обязан находиться в подпространстве L, но у него есть проекция. Вот вектор b, а вот его проекция. Вот проекция заведомо в L лежит, поэтому такие иксы всегда найдутся. То есть, прям следствие из этого определения можно считать теоремой о том, что псевдорешение всегда существует. Такая вот тавтология, тем не менее, важная. Поскольку правая часть теперь линейная комбинация векторов А1, Аn, то решение, псевдорешение всегда существует. Более того, если вектора А1, Аn линейно-независимы, первое, как я уже сказал, псевдорешение всегда существует. И вторая часть, если вектора А1, Аn линейно-независимы, то псевдорешение единственное. Ну и смысл этого псевдорешения, значит, как я уже говорил, с правой частью ровно B, значит, решений может вообще не быть. Мы смотрим, какие вообще могут получиться выражения в левой части. Значит, выражение в левой части это произвольный вектор в L. Вот, значит, А1, x1 плюс и так далее, плюс Аn, xn, значит, произвольный элемент, произвольный вектор подпространства L. Так вот, псевдорешением он становится, когда вот этот вектор оказывается равным проекции, то есть расстояние между вектором B и вектором вот этим является наименьшим. Значит, еще раз, значит, еще одно следствие. Вот, если мы хотим посчитать длину вот этой величины, а x1, 0, xn, 0, псевдорешение, то, значит, эта длина, вот на картинке, вот произвольный вектор я беру здесь, соединяю с L, получаю разность больше, чем, значит, она больше или равна, чем проекция B. А проекция B это в точности A1, x1, 0, плюс A, n, xn, 0. Значит, псевдорешение как разу удовлетворяет вот этому равенству. Итак, значит, для любых x-ов вот эта величина, то есть отклонение левой части от правой будет больше или равна, чем такое же отклонение для псевдорешения. Значит, еще другими словами, то есть минимум этой величины достигается на псевдорешении. То есть мы можем сюда подставлять любые x1, xn, получается некоторая функция от них. Значит, вот она достигает своего наименьшего значения, когда x-ы равны псевдорешению. Ну вот, давайте, наверное, на этом остановимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok